Всем привет, с вами Priya. Среда пришла, а с ней и эпики. Вскроем три пве-шных сундучка и один пвп-шный на монке. Начнем же. Хочу на самом деле поставить лут на дамагера впервые на монахе. Быть может, упадет какая-нибудь там классная одноручка. Все возможно. Посмотрим. Шапка, которая у меня уже есть. Азеритовая. Знаете, наверное, до сих пор еще есть люди, которые не полутали вообще абсолютно ни одного азеритового куска за все вскрытия недельных сундуков. Я лутаю повторные. Ну, нормально. Окей. Быть может, хотя бы дистиллиум упадет. А что по модификаторам? Кровавый, некротический и укрепленный. В теории, это самая легкая неделя, если танк спокойно справляется с кайтом мобов из-за некротика. Ну и группа не дает станы контроля замедления при смерти мобов. Ведь если мобы будут стоять в крови от прошлых мобцов, то они будут хилиться. А это что? Это поясок 370. Хорошо. О, полезные вещи. Тут у нас что? Убийство игроков в Террагардском поморье. Значит, у нас в Террагарде будут ПВП бои различные. Весьма неплохо. А недельный сундук текущей недели? А, точнее, квест. Окей. Просто все, сундуки, сундуки. Хочется больше сундуков на самом деле, а как не получается. Знак посланника. Уличная репутация с фракциями на 50%. Так, значит, и квест, наверное, да, у нас хорошенькие есть на ресурсы. О, прелестно. Плюс 1000 ресурсов для войны. Весьма неплохо. Хорошо. Идем дальше. Идем на ДК. Идем на ДК. ДК я, конечно, буду скрывать лут на кровь, соответственно, потому что... Ну, там и квип маленький. Есть некоторые пробелы в шмоте. Хочется что-то вытащить на хасту. Больше хасты, больше выживаемости. Быстрее откат рун. Больше, получается, сила рун. Ну, то есть, все упирается, опять же, в хаст. Посмотрим сейчас, что выпадет. Сейчас пушка выпадет, какая-нибудь 395-я. И, в принципе, можно, мне кажется, на этом закончить путь монаха. Хотя, посмотрим. Ну-ка. Это запястье, которое мне не нужны. Неплохо, неплохо. Ключик от Алдазар. Прекрасно. Легче просто не придумаешь. Ну, идем дальше. К последнему сундочку. Сундук за воина должен принести, я думаю, что-то реально классное. Ни повторное, ни вещь в ухудшение. А что-то хотя бы немножко бафающее, я думаю. Хоть чуточку, там, 5-10 этом левелов. Все-таки шмот более-менее какой-то набрался. Даже с учетом того, что в последнее время я не особо много провожу время в игре, посвященного одеванию. Ну, больше как-то все идет. Маунт фарм и прочее. А лут точно на защиту? Конечно. А зеритовый нагрудник? Ну, у меня уже есть зеритовый нагрудник, 385-ый. Быть может, он хотя бы по своим трейдам будет весьма неплох. Крауэй Спорт. Ну, Крауэй Спорт это весьма хороший, на самом деле, азеритовый талант. И мне не хотелось бы его менять. Как много звуков. Весьма сложный выбор, на самом деле. Три круговерти стихии, быть может, сделать. Ну, да, стоит задуматься. На самом деле, просто раскидаю. Пока что пускай она висит. Лежит в сумке. Но, да, надо будет реально подумать. А тут что? Ну, конечно, мы берем персональную выживаемость. Войны ее и так, как бы, не особо много. Надо бы еще... Поднимать ее. Вот, как-то такое вскрытие. Какие-то повторные вещи падают. На такая вообще вещь в ухудшение упала. В общем, как-то не особо классно меня встретила эта неделя касательно ПВЕ лута. Да и вообще лута эпиков. Но, по голосованию, текущему в Дискорде. Оно, которое идет уже в течение трех недель ежедневно. Вы выбираете контент. Я это стримлю. Собственно, там, Харстоун, все прочее. Абсолютно в ростере выбора есть какой-либо маунт фарм. Сегодня выиграл маунт фарм. 28 числа. И, быть может, пока я буду бегать за маунтами. В Цитадель Ночи или Гробницу Саргераса мне что-нибудь упадет. Кстати, вы можете присоединиться к этим рейдам. Потому что добыча там персональная. И вы также сможете пролтать различных маунтов. По типу Инферналов с Гулдана. И Червя Бездны с Санжин. Так что, дело за вами. Всех благ, счастья, здоровья. Чекайте другие различные видосики на YouTube-канале. Не забывайте про розыгрыш в ВК-группе. А также берегите ноги. До скорого.